всем привет меня зовут алена и вы на канале факты тудей приятного просмотра женщины из монарших семей всегда идеально выглядит на публике так как за их гардероб отвечают профессиональные стилисты также они вынуждены соблюдать дресс-код но иногда все же удивляют поклонников дерзкими образами 1994 году принцесса диана прибыла в галерею сиор пентайн в черном платье от кристина стамбулиан с глубоким вырезом и открытыми плечами тогда британские сми окрестили его платье вместе потому что леди ди надела его в тот же вечер когда на национальном телевидении вышло откровенное интервью принца чарльза в котором он рассказал о романе с камилой паркер боулз позже дизайнер кристина стамбулиан рассказала что на самом деле платье было шито для диана за три года до первого выхода в свет она просто не решалась его надеть раньше чтобы не нарушать королевский протокол в 2011 году кейт миддлутон попала в конфузную ситуацию из-за желтого короткого платья от дженни пэкхэм сильный ветер поднял подол платья вверх как сообщает инсайда после этой ситуации портные начали вшивать специальные утяжелители в наряды кэтрин также фотографам не удастся запечатлеть нижнее белье женщин королевской семьи великобритании так как они надевают под наряд специальный комбидрес телесного цвета супруга принца уильяма выбрала для церемонии wild life фотографа of the year в 2014 году наряд с двойной юбкой от дженни пэкхэм наряд обнажил стройные ноги герцогини кэтрин в 2015 году самым эффектным нарядом кейт миддлтон стала голубое платье от дженни пэкхэм с прозрачной спиной в нем герцогиня была замечена на премьере новой серии бандиана спектр на премьере фильма уличный кот по имени боб в 2016 году герцогини кэтрин появилась в белоснежном платье от селф портрет с разрезом до бедра интересно что такой же наряд можно найти в гардеробе светской львицы перис хилтон в декабре 2018 королева летица пришла на торжественное мероприятие по случаю 40-летия конституции испании в синем платье с юбкой плесе и глубоким v-образным вырезом в зоне декольте с кружевом меган марку выбрала эффектный образ для фотосессии с принцем гарри в честь помолвки в 2017 году бывшая актриса надела платье от ральф энд руссоу стоимостью 75 тысяч долларов с прозрачным верхом с вышивкой и пышной юбкой меган марку появилась на благотворительном спектакле в виктория палис фитр в лондоне в 2018 в коротком платье-жакете от джудит энд чарльз как известно фасон мини недопустим для членов королевской семьи во время визита в новую зеландию в 2018 году герцогиня сосекская надела плесерованную юбку гвенче которая на некоторых фотографиях казалось прозрачной однако возможно что материал юбки и плесерованный дизайн просто создали иллюзию того что ноги марку просвечиваются принцесса беатрис посетила благотворительный ужин в музее виктории альберта в 2016 году в платье смокинге от зер эформейшн с глубоким декольте и высоким разрезом меган маркл и кейт миддлтон посетят пышную свадьбу британских звезд об этом пишет издание за миррор как известно скоро состоится свадьба сына виктории дэвида бакхимов бруклина который хочет узаконить свои отношения с николой пельтс чета бэкхимов давно дружит с королевскими семьями поэтому они не могли не пригласить их на торжественное мероприятие приглашение уже были отправлены членом королевской семьи и вероятно меган маркл и кейт миддлтон скоро встретятся на публике впервые за долгое время сами же виктория и дэвид присутствовали на свадьбе меган маркл и принца гарри и даже помогали бывшей звезде голливуда адаптироваться после переезда в британию общение семей усилилось после того как бывшие герцоги сбежали из дворца в сша стоит также отметить что торжественное мероприятие пройдет в два этапа сперва бруклин и никола сыграют свадьбу в британии а позже во флориде где живут родители невесты но дэвид и виктория бэкхема переживают что из-за приезда меган маркл и кейт миддлтон все внимание гостей и папарацци будет сосредоточены именно на них они на молодоженах викторию беспокоит не только то что они встретятся лицом к лицу но это что внимание других гостей будет отвлечено от бруклина и николы добавил осведомленный инсайдер также ранее сообщалось что меган маркл отреклась от родного отца сперва жена принца гарри добилась переноса даты судебного разбирательства с британскими журналистами которые опубликовали личную переписку с ее отцом а теперь меган маркл хочет чтобы судебный процесс не был публичным если фемида удовлетворит ходатайство бывшей герцогини то она сможет избежать встречи с родным отцом за королевскими свадьбами наблюдают миллионы людей по всему миру и поэтому избранницы принцев стремятся выглядеть идеально герцогини кембриджская перед свадьбой с принцем уильямом воспользовалась услугами косметолога дебры митчелл мидлтон прошла курс процедур с пчелиным ядом в интервью хэлла магазина митчелл отметила что процедура действует как естественная потяжка лица специалист также рассказала что пользоваться этим способом нужно как минимум за четыре недели до важного события чтобы дать коже время на заживление кэтрин также воспользовалась мгновенным бронзирующим средством к синтен он наносится с помощью распылителя и позволяет добиться естественного сияния меган марку перед свадьбой с принцем гарри прибегла к рекомендациям косметолога николы джоссе специалист использует особую технику массажа лица регулярные процедуры способствуют формированию красивой линии скул и челюсти бывшая актриса также прошла курс светодиодной фототерапии перед свадьбой инфракрасный свет используют для увеличения клеточной энергии выработки коллагена а синий свет обладает антибактериальными свойствами удаление пятен и уничтожение любых микробов такую процедуру следует делать раз в месяц за три шесть месяцев до свадьбы чтобы кожа могла адаптироваться и был виден максимальный эффект 36-летняя певица кэти перри дала более низкую оценку свадебному платью меган маркл жены британского принца гарри чем той что была на кейт middleton об этом она заявила в интервью изданию entertainment tonight о чем пишут за international news по мнению певицы меган могла бы выглядеть лучше если бы выделила больше времени на свой внешний вид а вот кейт middleton получила куда более высокую оценку на месте меган я сделала бы еще одну примерку тогда было бы замечательно а так считаю что кейт определенно победила у нее лучшее свадебное платье заявила перри однако певица положительно отозвалась об общественной деятельности маркл артистка заявила что восхищается личностью бывшей актрисы она гордая феминистка и мне это нравится я очень рада за них с гарри и желаю им всего наилучшего сказала перри интересно что звезда да и ее жених орландо блум недавно поселились в мантисито калифорния как раз по соседству с поместьем меган и гарри в сми шутит что неосторожные слова перри заставит ее сожалеть женщинам еще придется жить рядом британская королевская семья не знала что делать супругой принца гарри меган маркл заявил писатель роберт лейси об этом сообщает издание daily mirror нужно понимать что вся монархическая стратегия построена на взаимной поддержке всех членов королевской семьи объясняет лейси а меган все это изменило она непростой человек и у нее опасно высокий уровень веры в себя по словам писателя ситуация осложнилась тем что принц гарри не старший сын принца чарльза и потому вряд ли станет королем они никогда не знали что делать с младшими сыновьями не говоря уж о женных младших сыновей заметил он роберт лейси британский историк автор биографии элизаветы второй и книги военно братьев о конфликте принцев гарри и уильяма считающийся экспертом по делам британской королевской семьи он был историческим консультантом телесериала корона рассказывающего о жизни британской королевы 39-летняя меган маркл продолжает судиться с британскими сми the mail on sunday email онлайн и их издателям associated newspapers из-за публикации отрывков ее личного письма отцу томасу марклу написанного в 2018 году недавно прессе удалось выяснить новые подробности этой истории издание vanity fair сообщило что на днях адвокаты звезды обратились в суд с просьбой рассмотреть ее иск в упрощенном порядке если это требование герцогини сосекской будет удовлетворено то ей удастся избежать публичных слушаний дела на которых ей наверняка придется лицом к лицу столкнуться со свидетелями противоположной стороны в том числе со своим отцом томасом марклом эта встреча вряд ли обрадует герцогиню ведь с отцом она повздорила еще перед свадьбой с принцем гарри с того момента они не встречались при этом томас неоднократно признавался прессе что после замужества дочь будто забыла его существование не заботится о нем и не помогает финансово также выяснилось что суд удовлетворил ходатайство меган маркл о переносе даты следующего слушания которое изначально должно было состояться в январе 2021 года новые сроки будут определены осенью следующего года напомним что в прошлом месяце меган не смогла доказать что не сотрудничала с королевскими биографами амидом скоби карол эндюран недавно выпустившими книгу под названием гарри и меган их современная королевская семья тогда издание mail on sunday обвинила меган в передаче личной информации автором книги с целью изложить происходящее событие в нужном ей ключе в итоге судья франческа кей постановила что таблоид может опираться на моменты из скандальной биографии супругов своей линии защиты в ходе рассмотрения дела верховного меган